Здравствуйте! Вы смотрите новости 5 канала в студии Алены Алексеенко и вначале коротко о главных темах. Уплатить имущественные налоги в этом году необходимо не позднее 2 декабря. Сотрудники налоговой службы рассказали об уплате налогов. Я стала принимать участие во всех мероприятиях, которые только можно было. Студентка Каннского педагогического колледжа стала лауреатом всероссийского конкурса и губернаторской стипендиат. Ноябрь, конечно, у нас прогнозируется на 2 градуса выше средних многолетних значений. Синоптики рассказали, каким будет ноябрь месяц. Государственная налоговая служба. Всем выйти из тени. Сотрудники налоговой службы завершили рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов за 2023 год. Специалисты рассказали подробно об уплате налогов, о льготах и кому они предоставляются. Уплатить имущественные налоги в этом году необходимо не позднее 2 декабря. Налоговые уведомления направляются несколькими способами. Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Через единый портал государственных и муниципальных услуг, если налогоплательщикам направлено согласие на получение налоговых уведомлений через госуслуги. Остальные налогоплательщики получат уведомления по почте заказным письмом по месту регистрации. Налогоплательщик вправе также получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налога. За каждый день просрочки, начиная с 3 декабря, начисляется пенни. Налоговое уведомление в этом году не будет направляться по следующим причинам. Если у налогоплательщика есть льготы и вычеты или другие основания, полностью освобождающие от уплаты налога. И если общая сумма налогов, налоговое уведомление будет составлять менее 300 рублей. Налоговое уведомление не направляется. За исключением случая направления налогового уведомления, в котором содержится расчет за 2021 год. Уплатить налоги можно любым удобным способом. Через личный кабинет налогоплательщика, через госуслуги, через сервис уплата налогов и пошлин, через онлайн сервисы банков, по QR-коду, штрих-коду, обратившись в отделение банков или почтовое отделение. Применяется по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу ограничение 10% роста суммы налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом. То есть, если сумма налога за 2023 год увеличилась более чем на 10% по сравнению с налогом за 2022 год, то применяется понижающий коэффициент 1,1. Также по земельному налогу, если кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января 2023 года превышает кадастровую стоимость по состоянию на 1 января 2022 года, то за налоговый период 2023 года расчет земельного налога ведется по наименьшей кадастровой стоимости, то есть по состоянию на 1 января 2022 года, за исключением случая изменения кадастровой стоимости в связи с изменением характеристик земельного участка. Также у нас произошли изменения по льготам по транспортному налогу. С налогового периода 2023 года законом Красноярского края о транспортном налоге установлена льгота в отношении гибридных автомобилей. Физические лица в отношении гибридных автомобилей уплачивают транспортный налог в размере 70% по автомобилям легковым с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 250 л.с. включительно. Продлена льгота в отношении автомобилей, оснащенных только электрическим двигателем в виде полного освобождения от уплаты налога. Эти льготы в этом году у нас применены в беззаявительном порядке. Произошли изменения также в отношении многодетных семей. С 2023 налогового периода многодетные родители, то есть родители, имеющие трех и более несовершеннолетних, совместно проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет, который обучается на очном отделении в образовательных учреждениях, их родители уплачивают транспортный налог в размере 10% по отдельным видам транспортных средств. Если ранее льгота предоставлялась одному из родителей на два транспортных средства разного вида, то с этого года льгота предоставляется на две единицы транспортных средств обоим родителям на усмотрение налогоплательщиков. В августе внесены изменения в налоговый кодекс Российской Федерации, где установлены льготы для участников специальной военной операции и членов их семей. К членам семей участников специальной военной операции относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами в возрасте до 18 лет, дети до 23 лет, которые обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения, а также лица, находящиеся на иждивении участников специальной военной операции. Льгота предоставляется на один объект каждого вида. Льгота эта применяется, начиная с налогового периода 2022 года, но с учетом участия в специальной военной операции. Чтобы убедиться в правильности применения налоговых ставок и льгот, можно воспользоваться сервисом на сайте Федеральной налоговой службы «Справочная информация о ставках и льготах». Лауреат Всероссийского конкурса и губернаторский стипендиат. Студентка Каннского педагогического колледжа удостоена данных наград благодаря успехам в учебе. Подробности расскажет Кристина Куч. Первое – это выстраивать последовательность выбранных действий. Здесь предлагаем вам вот такой вариант. Необходимо будет прочитать задание, назвать из какой сказки данное предложение и восстановить последовательность предложений. Злата Мардашова – выпускница Бражинской школы. Сегодня студентка Каннского педагогического колледжа. Профессию учителя девушка выбрала не случайно, а пошла по стопам родителей, бабушек и дедушек. Ее студенческая жизнь складывается более чем успешно. Она показывает отличные результаты в учебе и в жизни колледжа. Так, например, благодаря своим стараниям получила краевую стипендию имени первого губернатора Енисейской губернии Степанова за успехи в области общества знания и гуманитарных наук. С первого курса я стала принимать участие во всех мероприятиях, которые только можно было. Это викторины и разные эссе писала, и принимала участие в конференциях. Все эти конкурсы я собирала сертификаты, диплом, благодарственные письма, также ходила на практику. И почти со всех организаций Каннска я получила благодарственные письма. Их я складывала, и в апреле месяце мы собирали документы и отправили все это на стипендию. Как видите, результат. Это не все успехи студентки. С 22 по 25 октября в Уфе прошел третий всероссийский конкурс «Студент года педагоги», где собрались 100 студентов педагогических специальностей из 46 регионов России. В этом конкурсе Злата стала лауреатом в номинации «Педагог начального образования». Я увидела другой взгляд на мир и послушала о разных интересных проектах, в которых можно еще поучаствовать. А также я получила очень большой опыт, на самом деле, и практику публичных выступлений, а также готовность к непредсказуемости в ситуациях разных. Было четыре конкурсных задания. Первое – это самопрезентация, где нужно было рассказать о себе. Второе – это был конкурс «Открытый урок». Нужно было показать урок в течение 20 минут. Также нужно было представить разговоры о важном проекте этого мероприятия. И завершающее было – это решение кейсов. Вначале это было очень большое волнение. Я первый раз просто в подобном участвую. И когда это выходит перед экспертами и всеми конкурсантами, это волнение. От Красноярского края на конкурс приехали пять студентов, в их числе и Злата. Именно в номинации «Педагог начального образования» приняли участие 24 человека. Второе место досталось нашей землячке. В поездке Злату Мардашову сопровождала педагог колледжа. Она рассказала, девушка держалась стойко, несмотря на волнение. Злата, конечно, конкурировала с сильнейшими участниками. Она достойно выступала, принимала какие-то сложности, которые ей подбрасывал день. То есть это было волнительно для нее, но она достойно выдержала. И результат достойный. У нее второе место. Злата Мардашова твердо решила посвятить свою жизнь профессии учителя. Девушка стремится окончить колледж с красным дипломом, а далее получить уже высшее педагогическое образование. И делиться своими знаниями с учениками. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, новости спорта и другая полезная информация. Не переключайтесь. Хотите устроить настоящий праздник, наполненный сказкой и волшебством? Магазин «Рассвет» уже много лет заботится о красоте вашего дома в Новый год. У нас вы можете найти искусственные елки от настольных до 2,5 метров. Предлагаем вам большой выбор светодиодных и уличных гирлянд с гарантией. Украсьте свой двор и дом красивыми, большими, светящимися фигурами снеговиков и оленей. Большой выбор елочных шаров, мишуры и дождика, фигуров к Снегурочке и Деда Мороза, свечей, подарков и сувениров, бенгальских огней, фейерверков, а также товаров для активного отдыха, санки, плюшки, ледянки и многое другое. Действует скидочная и накопительная карта. А вы знали, что мы обожаем дарить подарки? И поэтому каждый месяц с 30-го числа выигрывают три участника по 1000 рублей. Такое только в магазин «Рассвет». Город Канск, район «Рассвет», улица Центральная, труддом 1. Прокуратура Красноярска обратилась женщина. Она рассказала, что тротуары во дворе ее дома не оборудованы для перемещения маломобильных жителей. А обращения в управляющую компанию не принесли должного результата. Заявления остались без ответа и удовлетворения. Прокурорская проверка показала, что прилегающие к подъездам тротуары действительно не соответствуют нормам. Прокуратура встала на защиту прав инвалидов, внесла представление в управляющую компанию и потребовала устранить нарушения. После этого заезды были оперативно обустроены. Шесть штрафов на двоих получили участники дорожного инцидента в центре Красноярска. Судя по видеозаписи, конфликт исчерпал себя достаточно быстро. Никто из участников данных событий не пострадал. Во время разговора с сотрудниками госавтоинспекции 24-летний водитель черной «Лады Приоры» пояснил, что случайно подрезал «Тойоту». А 21-летний водитель иномарки, в свою очередь, рассказал, что хотел догнать водителя «Лады», чтобы узнать, что послужила причина его столь невежливого поведения на дороге. В отношении водителя «Приоры» инспекторы ДПС вынесли штраф в размере 1500 рублей за разворот в неположенном месте. Водителя «Тойоты», который никогда не получал водительского удостоверения, ждет более серьезное наказание. Ему вынесли пять административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составит 21 500 рублей. Железногорец забил бабушку знакомого. По данным следователей, 25-летний подозреваемый зашел в открытую квартиру, где проживала 84-летняя женщина. Гражданке не понравился незваный гость, и она стала его прогонять, в результате чего начался конфликт. Подозреваемый набросился на старушку и сильно избил, а травм она скончалась. Мужчину задержали. На допросе он заявил, что раскаивается, а к другу зашел, чтобы забрать машинку для стрижки. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Теперь новости спорта. В спортивной школе «Олимпийц» прошли соревнования среди групп начальной подготовки первого года обучения, посвящения спортсмены. Соревнования проводились как спортивно-игровая программа, включающая в себя визитную карточку команд и ряд эстафет. Были представлены показательные выступления спортсмена старших тренировочных групп. Все команды и участники, независимо от занятого места, были награждены грамотами. Самые ловкие, самые быстрые, самые сильные. Ну а теперь о погоде на ноябрь. Последний осенний месяц не будет стабилен. Как прогнозируют синоптики, температура воздуха за окном в дневное время суток будет колебаться от плюс пяти и до минус семи. В определенные дни ноября ожидается повышение до плюс десяти. А в конце месяца придут настоящие сибирские морозы. Ноябрь, конечно, у нас прогнозируется на два градуса выше средних многолетних значений. Но вот первая половина ноября, еще температуры будут держаться дневные от ноля до плюс пяти, а ночью уже будут температуры минус два, минус семь, то есть минусовые. А еще у нас ожидается повышение в первой половине ноября. Это в отдельные дни до плюс десяти будет подниматься температура, то есть достаточно тепло будет. А вот уже вторая половина ноября начинается понижение температуры. Температура днем будет колебаться от минус двух до минус семи, а ночью до минус четырнадцати градусов, то есть уже начинается холодать. Но в конце ноября нас, конечно, очень сильно поморозит последняя пятидневка ноября. Температуры ночью у нас будут опускаться до минус двадцати трех, а днем до минус четырнадцати. То есть резкий будет скачок, понижение температуры. По осадкам хочу отметить, что осадков у нас ожидается в пределах среднего многолетнего количества. И все, большинство дней будет наблюдаться снег. Ну это где-то в первой декаде будет наблюдаться снег. И вторая половина ноября, в середине ноября в отдельные дни осадков не ожидается. На этом наш выпуск завершен. Если вы стали очевидцем интересного события и хотите этим поделиться, сообщите в нашу редакцию по телефону 2-35-65. Ну а теперь смотрите рубрику «Полезно знать». С вами была Алена Алексеенко. Всего доброго, до свидания. Трактор Деталь. С нами надежно. Звезды театра и кино. Игорь Ливанов, Михаил Химичев, Анастасия Савосина в культовом спектакле «Собачье сердце». Город Канск, 17 ноября. Билеты в кассе ГДК на сайтах красбилет и кассы.ру. 12+. Вам нужно постирать ковер? Обратитесь в компанию «Эко-Хоум». Круглый год в любой сезон проводится комплексная чистка ковров на профессиональном оборудовании. Выбивальный станок избавит от пыли и песка изделия любой длины. Ковромоечный отмоет любую грязь на натуральном или синтетическом ворсе гипоаллергенным средством. А центрифуга максимально бережно отожмет. Конечный пункт – сушильная камера. «Эко-Хоум». Профессиональная чистка ковров, пледов, одеял. Звоните 8-913-596-4836. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку 5-го канала и его увидят. Телефон стола заказов 2-05-20. Редактор субтитров А.Семкин